Здравствуйте! Сегодня 10 марта 2022 года, 20 часов 55 минут вечера. Температура воздуха на улице градуса 4 мороза уже и на ночь обещают до 8-9 градусов мороза. Снега нет, дует целый день. Очень холодный такой, пронзительный, пронизывающий прямя до костей, северный такой сырой ветер. Ночью был мороз градусов 5 и снега на земле нет. Практически голая земля, ведь снег, который был раньше, он растаял и при такой погоде земля, она оказалась без защиты, промерзает. И холод, выражаясь открыто, собачий. Я сегодня многократно выходил из дому во двор, занимался там всякими текущими делами, в том числе и котам давал покушать, которые у меня греются в специальном таком домике с электрическим обогревом. И очень холодно было. Я не завидую тем российским воякам, которые в железных этих своих машинах вынуждены и ночевать, и жить практически в полевых условиях, потому что палаточных городков у них нет, буржуек у них нет, каких-то там передвижных саун там или бани, или еще чего-то этого нет. Ну, то есть бросили из России шпану эту, шантропу этих голодранцев на технике еще советских времен, которая, когда 24 февраля ехала через село мое, ну, жалко было смотреть, то есть оно едет, дырынчит, чуть ли не разваливается на ходу. Ну, вот на такой технике вторглись на территорию Украины, свободной, независимой, и под видом того, что якобы они тут приехали защищать русскоязычное население от ущемления их права разговаривать на русском языке. Мое село находится на расстоянии приблизительно 60 километров от границы с Россией и километров 50 до Чернигова. Ну, если по прямой, километров 45 будет. Я обычно езжу на велосипеде в Чернигов по дороге, которая идет из Гомеля до Чернигова. Это такая международная трасса, ну, до нее на велосипеде еду по сельским дорогам, по асфальтированным, а дальше уже по этой международной трассе. И за поездку получается километров 115-120 туда-обратно. Ну, были такие случаи, что из-за Чернигов ездил, километров 135 выходило. Сегодня по телевизору показали репортаж. Я слушаю целый день радио, украинское радио, украинское радио от радиостанции, которое существует с 24-го года прошлого века. И все каналы вещают, ну, практически одну и ту же самую программу, и в том числе украинское радио ретранслирует через свои передающие центры, через передатчики, через передатчик в Чернигове ретранслируют этот марафон телевизионный и радиомарафон. И передали по одному из украинских телевизионных каналов такой репортаж о том, что в России одна девица выложила то ли в Тиктоке, то ли в Инстаграме, выложила видео, где она там плачет вся в соплях, вся в слезах, ну, это типичная такая тарелочница, пустожорка, которая любит за счет парней и молодых мужчин пойти в ресторан нажраться, значит, и сказать ему, что я после первой встречи не даю. Вот, то есть это хищная такая глист-паразитка, которая сидит постоянно на сайтах знакомств, постит туда свои фотографии в нижнем белье или без белья, таким образом завлекает мужчин, у которых сперматоксикоз, такое заболевание давит им на мозги. И она пользуется тем, что она разводит этих парней, молодых мужчин, на то, чтобы они ее развлекали, повели в ресторан, и чтобы она там нажралась за их счет, не заплатив за это ни копейки. И вот она сидит, рыдает, что теперь и Макдональдсы закрываются по всей территории России, и Мастеркард, и Виза, кредитные карты эти, дебетные и кредитные карты, уже не работают на территории России, и за рубеж невозможно их вывести, ну, выданные карты за рубеж вывести, выданные в России карты, невозможно вывести за рубеж, и там их используют. То есть вывести-то можно, этот пластик, но он бесполезный, его обслуживать не будет. То есть система Мастеркард и Виза, они не будут эти карты поддерживать в зарубежных иностранных банках. То есть это бесполезный практически пластик. И она еще плачет, что вот закрываются крупные магазины, модные такие, где можно было различные дорогие подарки покупать. То есть эта девица, мало того, что она разводит парня, которому сперма давит на мозги, что давай там в ресторан меня веди, покажи, докажи, что ты мужчина, что ты там на что-то способен, так она еще у него там и подарки вымогала, что вот давай пойдем там по бутикам, пойдем там по магазинчикам таким модным, дорогим, там фирменным, ты мне подарки купишь, там сумочку, то-сю, пятое-десятое, там шубку там за 3000 долларов или еще какой-нибудь дорогой подарок. А сейчас получается так, что вот эти все серьезные торговые марки, в том числе Coca-Cola, Pepsi-Cola и все вот эти вот фирмы, которые косметикой занимались, торговлей, производствами, торговлей своей продукцией и различные модные товары для женщин, они это все сворачивают, продажи на территории России, и компании, которые автомобили свои производят, тоже закрывают свои представительства, и там только будет Лада Калина продаваться, то, что там на заводе ВАЗ будет выпускаться, и вот это все еще можно будет купить на территории России. То есть санкции действуют настолько мощно, настолько стремительно, что вот эта вот щель половая, которая мордой своей торгует в Инстаграме или в ТикТоке, она теряет клиентов, и стоимость ее щели, этого тухлого вареника, упала до нуля рублей, нуля копеек. То есть сейчас ее никто по ресторанам водить не будет, если раньше она там фыркала, носом крутила и возмущала, что как это так, ты меня не хочешь повезти в дорогой ресторан, там крабами покормить, и всякой другой экзотической пищей, и блюдами изысканными, и французскими винами, и все такое. А брезговала пойти с ним в Макдональдс. Так она сейчас и рада бы, чтобы ее кто-то в Макдональдс повел, так нет желающих, потому что рубль настолько сильно обесценился, уже на черном рынке в России 250 рублей за доллар дают, и долларов нет для того, чтобы можно было даже по такой цене купить. Ну вот официальный курс держится в районе 130-135 рублей за доллар, но по такому курсу валюты нет. То есть курс можно назначить и 5 рублей. Но кто же тебе продать за 5 рублей, если все понимают, что рубль дешевеет прямо на глазах, то есть утром он стоит дороже, чем вечером, и в течение дня его курс многократно меняется. И поэтому на черном рынке даже за 250 рублей уже невозможно купить доллары. Там уже и про евро вещь не идет, потому что евро еще дороже стоит, и еще меньше этой валюты. Но так как в России принято было накопление делать в долларах, а то в основном доллары ходили. Вот такая валюта. Поэтому это вот щель половая, это торговка своим вареником, плачет, рыдает, все в слезах, все в соплях, там косметика размазалась, у нее нарыли, и она страдает от того, что теперь и подарков не будет, и говорит, что ну что мне теперь, лист бумаги подарит формата А4, конечно тебе лист бумаги подарят, чтобы ты там написала себе поздравительную открытку или пожелание, что иди работай, иди пахай там на работе и зарабатывай себе на хождение по ресторанам. Теперь же ни один нормальный мужчина, ни один нормальный парень, учитывая эту тяжелую экономическую ситуацию, в которую Россия попала, благодаря пришибленному этому недоумку психопату, шизофренику и параноику Карли Купу, Россия в такую экономическую ситуацию свалилась хуже, чем Марианская впадина, и дна еще не видно, еще будет падение дальше и дальше. Так вот эта вот щель половая с соплями вся измазалась, косметику нарыли, на своем размазала, и плачет, что и подарков теперь не будет, что мне теперь лист бумаги только А4 формата подарит, даже лист формата А4 формата, тебе и этот подарок не подарят, потому что умные люди пожалеют деньги на то, чтобы купить эту бумагу и какой-то там фифе бестолковой, расфуфыренной, что-то там дарить. Подарков не будет, все закончилось. То есть нефтедоллары теперь уже не будут сыпаться на Россию, как это было раньше. Сейчас Евросоюз и Америка и другие страны отказываются от закупок российского газа и российской нефти. Экспорт резко сокращается. И китайцы будут покупать не по 100 долларов за 1000 кубометров газ, а будут покупать по 2 юаня за 10 тысяч кубометров, или даже по одному юаню. То есть Китай будет назначать цену для России, по которой он будет покупать газ и нефть. Китай грамотно себя ведет, и Россия теперь будет ходить на коленках перед Китаем и слезно просить умолять, чтобы хотя бы Китай у нее купил ее нефть, которая в Европу уже экспортироваться не будет. Трубу вот эту, которую проложили через Балтийское море для поставок газа в Германию, ну ее практически похоронили. Вот. Россия вбухала огромное количество денег в строительство этого газопровода, а по нему ничего поставляться в Германию не будет. То есть там сменился канцлер, Меркель ушла, теперь другой канцлер и другая власть, и Шредер, который там в Газпроме работает, он там получает, очень большие деньги за то, что он лоббировал строительство этого газопровода, Северный поток-2, из России по дну Балтийского моря до Германии. Теперь по этому газопроводу вообще ничего экспортироваться не будет, то есть его заморозили до тех пор, пока не сменится власть в России. А труба эта будет лежать на дне этого Балтийского моря и ждать своего часа, когда там лет через 50, через 70 или через 100, может быть, ее запустят. А все это время деньги, которые поступали бы при нормальной власти в России, поступали бы в бюджет России от поставок за рубеж сырья, то есть газа и нефти, ничего этого поступать не будет, и уровень жизни в России резко уже упал и будет еще падать до такого уровня, что россияне будут завидовать северным корейцам, что они богаче живут, чем в России. Вот до чего довоевались зомбированные россияне, которые смеялись над хохлами, вот мы там придем, за день хохлов там победим, хохлы на колени станут, белый флаг вывесят и будут на ноги целовать за то, что пришли тут нас якобы освобождать от бандеровцев, украфашистов так называемых, которые якобы гнобили русскоязычное население на территории Украины и будут с хлебом и солью и с цветами, с песнями и плясками встречать эту освободительную российскую армию. А в результате получилось так, что ни хлеба с солью, ни цветов, ни песен, ни плясек, ничего это нет, а отпор получила эта сраная российская татаро-монгольская армия такой, что уже больше 12 с половиной тысяч трупов и самое смешное, что, ну имеется в виду трупов этих россиянских, этих вояк, и самое смешное то, что министр иностранных дел Лавров, это грустная лошадь, ну на него посмотришь, ну точно лошадиная морда, неспроста его обзывают и называют правильно грустной лошадью на встрече на территории Турции с министром иностранных дел Украины Кулебой, он на этих переговорах сообщил, что на территории Украины нет российских военных, это ДНР, ЛНР, значит, воюет, это внутренний украинский конфликт, это гражданская война, вот до чего безумие, шизофрения и психопатия довела верхушку этой пришибленной кремлевской этой власти, и все это зло, это паскуство, это все эту шизофрению генерирует этот карлик, недомерок окурок, этот КГБшный, который держит в страхе всю эту кодлу этих олигархов, которые свои огромные капиталы, миллиарды долларов накопили на том, что разворовывали богатство России, вывозили это все за рубеж, а сейчас получилось так, что все эти яхты Абрамовича и Усмановых, там и Терипаски, и всего остального этого варья арестованы, арестована недвижимость и в Великобритании, и в других странах это все арестуется, ну, в других странах Евросоюза имеется в виду, да и по всему миру это все будет арестовываться, и это все будет конфисковано, и недвижимость, и банковские счета, и вклады там, и ценные бумаги, и яхты, и корабли, и самолеты, и все что угодно, то есть все, что принадлежит этим российским олигархам, все это пойдет в погашение долгов России для выплаты репараций, для восстановления экономики Украины, которая сейчас методично, планомерно разрушается ежедневно и круглосуточно. Сегодня многократно слышал выстрелы со стороны Чернигова, несмотря на то, что ветер дул с севера, и звук как бы чуть-чуть сдувается, ну, то есть, когда ветер дует в противоположном направлении, навстречу, точнее сказать, звуку, то звук становится тише, но все равно, из-за того, что там взрывы мощные, и он мог распространяться даже против ветра, и было слышно, как Чернигов обстреливают, и терроризируют население. В Чернигове сейчас поврежден в зоне боевых действий на окраине газопровод, труба высокого давления, по которой доставляется газ в Чернигов, и там невозможно сделать ремонтные работы, потому что как раз в том месте, где эти боевые действия российского этого фашистского захватнического войска происходят против защитников Чернигова, украинской армии и отрядов территориальной обороны, там невозможно сделать ремонт этой трубы высокого давления, поэтому Чернигов оказался без газа. В Чернигове есть ТЭЦ, это такая станция, которая вырабатывает электричество и горячую воду, Чернигов отрезан от электросистемы Украины, в Чернигов не подается электричество со стороны других электростанций украинских, он только на своей ТЭЦ работает, и в результате попадания пушечных вот этих снарядов и снарядов от установки Град и Смерч, Ураган в трубы горячего водоснабжения есть прорывы и тоже в некоторых районах Чернигова из-за этих аварий нет отопления в домах, то есть нет полноценной поставки тепла по всему городу, электричество подается с перебоями, потому что не хватает мощности этой ТЭЦ для того, чтобы такой крупный город обеспечивать электричеством, а взять извне невозможно, потому что линии электропередач повреждены до Чернигова. Ну, это российские вояки специально сделали для того, чтобы Чернигов в осадное положение загнать. Так что, вот эти боевые действия, они направлены не на то, чтобы защитить русскоговорящих граждан Украины от угнетения, а это просто наглая, нахальная, необъявленная, паскудная, зверская, фашистская война под видом ДНР, ЛНР, так называемых, ну, марионеток фактически, Кремля, и у этого Лаврова, этой грустной лошади хватает наглости заявлять официальной встречи в Турции в присутствии министра иностранных дел Турции, турецких властей фактически, то есть, третьей стороны заявлять вот такой бред сумасшедшего, что российских войск на территории Украины нет, ну, то есть, сплошная ложь, наглость, подлость, коварство и вообще полное безумие. Это типичное поведение бабы, которая в невменяемом состоянии находится, которая решила развестись с мужем, то есть, нашла себе там мужичка побогаче, чем нынешний муж и решила так, я у тебя все отожму, все, что ты заработал, я у тебя на шее просидела там 10-15 лет или 5 лет, дети родила от тебя, а ты теперь будешь 18 лет платить алименты на меня, я твою квартиру заберу, заберу твой дом, заберу твой автомобиль, заберу все твое имущество, а тебя голова с набором разведенного мужчины вышвырну из твоего дома на улицу, ну, то есть, пару трусов, пару носков и станок для бритья, вот с таким набором вышвырнет мужчину из его же родного дома все, что он своими руками и своим трудом заработал, и вот баба в невменяемом состоянии находится, в неадекватном и перед соседями, перед знакомыми, перед друзьями обливает этого мужчину словами, что он пил, бил, курил, гулял, денег не давал, меня не развлекал, меня не удовлетворял, мне внимания не удалял, с бабами гулял, ну, и пошло и поехало, в общем, все пороки, все зло и все преступления, которые есть во всем мире, это баба, пришибленная, вешает на своего нормального, хорошего, абсолютно порядочного, трудолюбивого мужа, который находится в шоковом состоянии от обезумевшей этой бабы, которая, ну, просто требует лечения лошадиными долзами галлоперидолом в психиатрической больнице, потому что у нее состояние шизофрения, она мыслит не полушариями своего головного мозга, а рептильным мозгом, который у нее там еще с времен рептилий остался, и она отрезает себя от внешнего мира, и толдычит одно и то же, ее переубедить невозможно, и невозможно ее ввести в состояние вменяемости и адекватности, то же самое Россия делает, то есть карлик-пу вот этот, который сейчас на километровой глубине прячется глубоко в норе в Уральских горах, в ядерном бомбоубежище, он тоже находится в таком невменяемом состоянии, то есть у него она перманентная, постоянная и неизлечимая, и неисправимая, постоянно ему там украбандеровцы мерещатся, которые угнетают якобы на территории Украины русскоговорящих граждан Украины, и что тут украфашиста есть, которые власть захватили и пошло и поехало, ну то есть абсолютно неадекватное невменяемое состояние и бесполезно с ним разговаривать, потому что что бы ему ни сказали, вот показываешь ему белый лист бумаги, он кричит это черное, показываешь ему черный лист бумаги, он кричит это белое, и переубедить его невозможно, потому что он абсолютно оторван от реальности и не понимает, опять же думает рептильным мозгом, не понимает, что происходит и он ввел себя в такое состояние вот этими страхами постоянными, этой паранойей, боязни всего с самого детства, что с ним разговаривать бесполезно и договоры какие-то подписывать с Россией абсолютно бесполезно и договоренности Россия не выполняет. Вот сколько городов по территории Украины находится в осадном положении, которые круглосуточно бомбятся российскими этими войсками, этими голодранцами, этими татаро-монгольской этой ордой паскудной и подписываются на переговорных процессах, встречах между властями Украины и представителями российской власти договоры о том, чтобы создать зеленый коридор, чтобы вывезти можно было женщин, детей и стариков автобусами. Так эти автобусы подъезжают к месту, где, откуда начнется движение и российские войска берут, обстреливают эти автобусы, уничтожают их и взрывают, то есть целенаправленно специально взрывают автобусы для того, чтобы невозможно было сделать эвакуацию, а хотят, чтобы этих людей вывезли в автобусах на территорию ДНР, ЛНР, а дальше в Россию, и чтобы можно было по всему миру показать картинку, что вот какая Россия хорошая и белая пушистая, что как она любит оказывать помощь гражданам соседнего государства, которое якобы там замучено типа укрофашистами и укро-бандеровцами там и прочими придуманными несуществующими существами, которых нет на самом деле и никогда не было. То есть коварство, подлость и неадекватность и безумие российских властей очевидно всему миру и все понимают, что невменяемая это российская власть и с ней о чем-то договариваться бесполезно. Это как обезьяне дать гранату, лимонку в руки и она с ней играется из руки в руку перебрасывает и с сорванной чекой еще и значит все понимают, что сейчас рванет, а обезьянка это играется этой гранатой и она не воспринимает никакой опасности от того, что она делает, потому что у нее мозги не работают и она не осознает реальность происходящих событий. Вот то же самое это российская власть, засевшая в Кремле, она абсолютно оторвана от жизни вот этой постоянно нагнетаемой ненавистью к Украине, к соседним государствам, всем этим телевизионным и медийным психозам, которые по радио круглосуточно транслируется и вот это Сукобеева, Скобеева, это дура пришибленная психопатка, шизофреничка, которая испытывает наслаждение от садизма, как она издевается над украинскими гражданами и над Украиной, ну это что Путлер, что это Сукобеева, это Скобеева, ну два сапога пара, это вообще невменяемая неадекватная баба, которая вот специально поставлена на телевидение, чтобы вот злобу, ненависть и свою недовлетворенность в жизни, недотраханность проявлять злобой и ненавистью к людям в соседнем государстве, в миролюбивом и добропорядочном и добрососедском. Есть такая порода баб, она и в каждом селе есть, и в каждом городе есть, как злобная, бешеная, невменяемая собака она себе ведет, сколько ей добра не сделай, сколько ей там денег не дай, сколько ей там всякого полезного не дай и не поделись, все равно она будет черноротая, с ненавистью, злобой все это воспринимать и будет кричать, что вы все плохие, а я все хорошие. Вот так же получается, это Скобеева действует, так же получается этот пришибленный карлик-пуп поступает и так же власти России делают в отношении соседних государств, которые им ничего плохого никогда не сделали. Значит, больше чем 12,5 тысяч граждан России, которые были посланы на территорию Украины, уже отправились на концерт к Обзону, уже сыграли в ящик, как говорится, их собирают, на улицах, их и собаки жрут бездомные, ну, можете себе представить, развороченное тело, разбитое, там и ноги перебитые, руки перебитые, там и раны в грудь, и в живот, и куда угодно, там и голова, покалеченная пулями, и вот это вот, собаки ходят, и мясо это никто не подбирает, потому что в зоне перестрелки это находится, но кто туда полезет, будет рисковать своей жизнью, ради того, чтобы этот труп взять, положить в пакет и увезти в морг, для того, чтобы его там замораживать и чтобы он там сохранялся, а потом сделать ДНК-экспертизу и вернуть на родину в Россию в рефрижераторе, в вагоне специальном таком, ну, вот как мясо от коров возят железнодорожными путями, есть такие 50-тонные рефрижераторы, и Россия заявляет, что граждан России нет на территории Украины, это все ДНР, ЛНР, это все внутренний конфликт, это гражданская война Украины идет между Украиной и ДНР, ЛНР, это милиция ДНР, ЛНР с территории Черного моря, с русского военного корабля остров Змеиный обстреляла, как заявил один высокопоставленный генерал-майор, который является пресс-офицером Министерства обороны России, что это народная милиция ДНР обстреливала с корабля остров Змеиный и там арестовала украинских пограничников, 13 человек, ну, безумие полнейшее, ну, какая там милиция ДНР, какой там корабль, где этот ДНР находится, где Донецк, где этот остров Змеиный, и откуда у народной милиции ДНР, так называемой, взялся военный российский корабль, который заявил, что я русский военный корабль, сдавайтесь, ну, их послали, этот русский военный корабль, по тому адресу, куда они заслуживают, так что Россия не признает своих граждан, заграждан, пушечное мясо посылается из России десятками тысяч на территорию Украины, для того, чтобы эту войну продолжать, и убивать население Украины, и грудных детей в роддомах, которые вот только что родились, или в процессе родов, даже были такие случаи, что женщина рожает ребенка, а тут идет обстрел и убивает значит и мать, и ребенка, ну, в общем, обстрел роддома, и какие там роды, если там это все завалилось, и, в общем, и медперсонал пострадал, там погибли люди, и все такое, но это страшное дело, это в голове у нормального человека это не укладывается, а вот эти обстрелы автобусов с людьми, которые эвакуируются по зеленому коридору, обстрел со стороны российских этих военных, но это тоже никуда не годится, и ни в какие нормальные рамки не укладывается, потому что есть же договоренность, все подписано высокопоставленными чиновниками официальными российскими, что никаких обстрелов не будет, что зеленый коридор существует с утра до 9 вечера, пожалуйста, выводите, мы стрелять не будем, и тут же падлы эти берут и стреляют, обстреливают, но это вообще скотская сучья, блядская страна, с которой никакие договоры не действуют, как с невменяемой бабой, которая кеданула своего мужа, состояние невменяемости вошла, и какие-то там с ней беседы и психиатров, и психологов, и родственников, и других людей абсолютно бесполезны, потому что она в таком состоянии находится, что выход только один, хватать ее за руки, за ноги, натягивать на нее смирительную рубашку и в психиатрическую больницу, тут есть по Черниговом село такое, где находится, село называется Халявина, где находится психиатрическая больница, Черниговская, Черниговская городская психиатрическая больница, в халяве. В России аналог есть больница имени Кащенко. Эту больницу переименовали. Сейчас там другое у нее название. Раньше она Кащенко называлась. Вот в такую больницу пихать эту бабу и непрерывно колоть ее лошадиными дозами галоперидола для того, чтобы у нее это буйное безумие хотя бы частично ослабело. Потому что она адекватно воспринимать реальность не способна. Вот так же и Россия сейчас в состоянии войны находится в необъявленной подлой, коварной с Украиной уничтожает население, уничтожает и роддома, и больницы, и детские сады, и поликлиники, и жилые здания, и частный сектор, и многоэтажные жилые здания, и транспорт, и аэродромы, и самолеты, и все что угодно уничтожается. И это называется русский мир пришел на территорию Украины защищать русскоязычное население. Да нахер вы сдались с такой защитой? Мы тут всю жизнь разговариваем и на русском, и на украинском языке, и никогда не испытывали никакого ущемления, чтобы нам кто-то когда-то где-то сказал, что вы не на том языке разговариваете. Никогда такого на Украине не было и не будет. А тут придумывали в России такой фиктивный повод, что ну вот как эта баба невменяемая, что пил, бил, курил, гулял, денег не давал, меня не удовлетворял, по бабам гулял, деньги пропивал, наркотики употреблял, и пошло и поехало, и все придумывает про мужчину, который на нее смотрит как на ненормальную, и не может понять, откуда этот бред сумасшедший взялся, и как на это все реагировать. Вот так же и Россия себе ведет. То есть придумывает бред, сама в него поверила, и сама начинает на официальном уровне втягивать родственников, знакомых, друзей и клеветать на нормального мужчину, и, ну, в данном случае на нормальное государство, на соседнее, на Украину. И та же самая ситуация была и с Грузией, тоже там на Грузию бочку катили, там бред сумасшедшего придумывали для того, чтобы отжать у Грузии побольше территории, Абхазию захватили, там Южную Осетию и так далее. То есть, ну, захватническое паскудное государство во все времена, во все столетия, сколько оно существует, это Московское княжество, это Тулус Золотой Орды, всегда у них одна и та же самая психология, одна и та же самая паскудная методика захвата чужого. Точно такая же методика, как у бабы, которая решила вот мужа кидануть, отжать у него все имущество, его на алименты поставить, и еще обвинить его в том, что он там какие-то там имеет преступления, или побил ее, или избил, или хотел убить, а она там подозревает, что он там убийство ее готовит, и все такое. Этот бред сумасшедшего пишет ежедневно по 10 заявлений и в прокуратуру, и в милицию, и в полицию, и куда угодно, и на газет, и в газеты, и на телевидение, и во все государственные органы терроризирует вот этим бредом сумасшедшей все вот эти структуры, а находятся люди, дураки, которые верят всему этому, и начинают этого мужчину терроризировать, и издеваться над ним, и требовать от него объяснений, и даже возбуждает против него уголовные дела на основании бреда сумасшедшей бабы, которая абсолютно неадекватная, невменяемая, и ей срочно требуется психиатрическое лечение лошадиными дозами галоперидола, и ее вообще нужно исключить из граждан, лишить ее дееспособности, потому что она в этом состоянии абсолютно не отвечает за свои действия и поступки. И что самое интересное, что находятся судьи, судихи, точнее сказать, бабьеват, это, которая в судах там прижилась, которая дослужилась из секретаря судебного заседания, или из помощника судьи, досиделась до судьи, заняла это место, мозгов в голове, как у курицы, сельской, там, она не способна адекватно воспринимать ситуацию, и тут тупая, безмозглая, как пенек в лесу. И вот эта вот судиха, она подсуживает бабе, руководствуясь сучьей бабьей солидарностью, подсуживает бабе, что вот мужчина такой плохой, а женщина такая несчастная, она же мать, она же родила, она же несчастная, вот весь бред, который эта бабища в суде рассказывает, судиха с удовольствием слушает и считает, что это правда, а мужчина, который рассказывает, что все это вранье, все это выдано, ничего этого нет, никаких доказательств нет, и нет никаких свидетелей, и нет никаких фактических доказательств, ни аудиозаписей, ни видео, ничего этого нет, а судиха это Отметает и говорит, что вы хотите просто избежать ответственности за все эти преступления, которые вы совершили И вот женщина, которая все это рассказала, что она права, а мужчина виноват, потому что он мужчина Мужчина виноват, потому что он мужчина, а женщина права, потому что она женщина Вот точно так же и Россия поступает, что Россия это женщина, которая всегда во всем права А все остальные мужчины, потому что они виноваты, потому что они мужчины Вот Россия так хочет, вот хочу и буду Я женщина, мне все должны И должны делать так, как я хочу, как я сказала А все остальные должны подчиняться, потому что я так хочу Вот это вот безумие, это шизофрения, это пришибленное Она во многих семьях существует И в России, и на Украине, и в Белоруссии И в других странах, да практически по всему миру Находятся такие бабы пришибленные, невменяемые Которые портят жизнь и себе, и детям, и мужьям И вообще родственникам И находятся дураки, которые верят на слово таким бабам Которые, находясь в состоянии полного безумия, шизофрении и психопатии Бред сумасшедшего несут И их слова воспринимаются за правду А слова мужчины, человека, который абсолютно адекватный Который способен логически мыслить, здраво рассуждать И который ни в чем не виноват, и нет никаких доказательств его вины Он оказывается виноватым, его еще срок делают Его еще в тюрьму садят А почему так делается? Потому что вся вот эта вот братья Которые участвуют в этом процессе И прокуроры там, и следователи, и полицаи там, и все такое Вся вот эта вот шушера Они, звездочки, получают очередное повышение по должности И рады тому, что они невиновного мужчину Засадили в тюрьму только на основании бреда сумасшедшей бабы Которая имеет корыстные интересы С целью отжатия у мужчины всего его имущества И чтобы поставить его на алименты на 18 лет Или даже на 21 год Если ребенок поступает в ВУЗ До окончания ВУЗа Отец должен оплачивать ему алименты Пока этот ребенок не закончит высшее учебное заведение А этот ребенок может один ВУЗ закончить А потом во второй ВУЗ поступить А потом в третий ВУЗ поступить Бабы очень любят учиться Не работать, а просто ходить там в институт Крутить там задницу и мордой торговать Накрашенной там когтями своими Там бездельничать И жить на алименты от папы Который пашет на трех работах Для того, чтобы себя прокормить И квартиру съемную можно было оплачивать И для того, чтобы бывшую жену содержать Путем выплаты ей алиментов на своего ребенка С которым он не видится И баба не дает доступа к этому ребенку Так что вот эта вся бабская психология Она сидит глубоко в подсознании У властей России С тех времен, когда эта Москва была создана С тех времен, когда она стала Улусом Золотой Орды Это психология татар-монголов Напасть на соседа Все у него отжать, захватить, прихватить Украсть Вывести это на свою территорию Взять еще заложников Рабов Значит, все, что не смогли украсть Все поджигать, уничтожить Как сейчас эта российская Вот эта вот Бандитская группировка этих военных Поступает на территорию Украины И таким образом привезти домой трофеи Как вот на днях по телевизору показывали Перехваченный разговор телефонный Что муж военный говорит, что Телевизор украл там из дома Ну, мародер Диагональ телевизора 70 сантиметров И электрическую мясорубку импортную И об обещании ему по телефону говорит Ой, молодец какой Мне такая мясорубка в хозяйстве нужна Хвалит еще эта дырка Эта недотраханная Хвалит своего мародера Что он ей из Украины В ее ебеня эти российские Привезет мясорубку украденную Из чужого дома на территории Украины Вот такая вот паскудная Гадская, захватническая Татаро-монгольская, это Россия И конца краю Этому бреду Этому безумию Не видно Потому что до тех пор Пока она не будет разрушена До основания Пока из Российской Федерации Не останется Куча отдельных Независимых государств Это безумие Никогда не прекратится То есть необходимо сейчас По максимуму Вводить Санкции Все арестовывать Все, что России принадлежит за рубежом Налагать аресты Конфисковывать Изымать Особыми законами Которые должны приниматься Парламентами Властями Каждого отдельного государства Для того, чтобы Все российское За рубежом Было конфисковано Захвачено И отправлено На восстановление Экономики Украины И для того, чтобы Компенсировать людям И разбомбленные Разбитые оградами И ураганами И смерчами И пушками И гранатометами И танками И зенитками Из БТРов В общем Всяким оружием И кассетными Этими Фугасными снарядами И бомбами Которые с воздуха Из самолетов Выпускаются И ракетами Крылатыми Которые с территории Белоруссии И России Запускались На многие города По Украине Все это Разрушено Есть такие города Которые практически С землей сравняли Там Выжженная земля Развалена Разруха Даже фашисты Такого не делали Во время Второй мировой войны Как сейчас Это Фашистская Рашистская Эта армия Вытворяет На территории Украины Это Это не армия Освободителей Там И защитников Русского мира Это самая настоящая Фашиста Это черная чума Которая пришла С территории России На Украину Свободную Независимую И устроила Геноцид Украинского народа Власти Украины Приняли Такое решение Есть такая Компания Укроборонпром Укроборонпром Украинская Оборонная промышленная Компания Которая Занимается Закупкой И Поставками Вооружения На территории Украины Есть военные заводы И Ни для кого Не секрет Что Украина Производит Как и Россия Как и Белоруссия Как любая другая страна Производит Военное оборудование И технику Для своих нужд И для Зарубежных стран Все это В пределах Законодательства Делается Так вот Эта компания Объявила Следующее Что Каждому Российскому Пилоту Который Посадит На аэродроме Украины Военный Самолет Неважно Какой Там Это Бомбардировщик Это Истребитель Там Или Это будет Десантный Самолет Или Ту-95 Или Ту-160 Ну в общем Любой Военный Самолет Или Л-76 ТД Турбовинтовой Этот Реактивный Самолет Десантный Ну Который Может И Десантников Перевозить И Транспортировать Транспортные Средства Средства Которые Сбрасываются С парашютами На землю Любой Самолет Который Сажается На Украинский Аэродром И Не бомбит При этом Территорию Украины И Дает Понять Что он Сдается И В целости Сохранности Этот самолет Остается После посадки То Пилоту Этого Самолета Выплачивается 1 миллион Долларов И Он Имеет Возможность Получить Гражданство Украины То есть За добровольную Сдачу В плен За добровольную Посадку Самолета На Украинском Аэродроме За Целый Самолет Не Неважно Неважно Какой Модели Укроборон Пром Выплачивает 1 миллион Долларов Пилоту Этого Самолета 1 миллион Долларов Российские Вояки За 30 жизней В России Не заработают То есть Вот это Жалование Нищенское Которое Платят Пилотам Самолетов Они Будут Пахать Не Одну Жизнь Не 10 Жизней А 30 Жизней Они Миллион Долларов Не заработают Так что Женщины Россия Жены Пилотов Срочно Звоните Своим Мужьям Пилотам И сообщайте Что За Посаженный В целости И сохранности Российский Самолет Пилот Получит 1 миллион Долларов А за Целый Боевой Вертолет Российский Полмиллиона Долларов Укроборон Пром Выплачивает Так что Это у вас Единственный Шанс Заработать Огромное Количество Денег Покинуть Россию Получить Гражданство Украины Ну при желании Можно будет Имея Миллион Долларов Со временем Получить Гражданство Ну в течение Там 6 месяцев Там Или 12 Месяцев Есть программы Государств Которые находятся На Карибских Островах Там есть Много Разных Государств Типа Антигуа И так Далее Которые Имеют Программы Второе Гражданство Там Можно купить За 200 За 300 За 500 Тысяч Долларов Ну Да даже За 100 Тысяч Долларов Там можно Купить Гражданство Второй Паспорт И с этим Паспортом Путешествовать Путешествовать По всему Миру Потому что Эти Государства Предоставляют Визовые Возможности Такие Что Можно во многие Страны Без визы Заезжать И жить От 90 Дней До Несколько Лет Непрерывно Проживая И не требуя Получения Какой-либо Визы Так что Используйте Этот шанс Жены Матери Сестры Бабушки И так далее Бабье Российское Звоните Срочно Своим Родственникам Пилотам И говорите Что хочу Миллион Долларов Садись Срочно Придурок На Украинский Аэродром Нахер Ты мне сдался Со своей Маленькой Зарплатой Я на нее Трусы себе Нормальные А французские Купить не могу И на косметику Денег не хватает С твоей Сраной Нищенской Пилотской Зарплатой Сдавайся в плен Вывешивай белый флаг Говори По радио Украинским Диспетчерам Которые Обслуживают Полеты На территории Украины Что я Такой-то Борт Моя фамилия Такая Это капитан Петров Или Иванов Или Сидоров Я Лечу на самолете На Черниговом Или на Тхайковом Или еще где-то Там где он там летит И я Хочу сдаться в плен И хочу посадить Самолет На землю И хочу получить Миллион долларов За сдачу Этого целого самолета Не стреляйте по мне Я сдаюсь в плен Вот так вот Звоните И говорите Хочу миллион долларов Ебите мозг Своему мужу Пилоту этому Сраному Чтобы он не бомбил Украинские города Не уничтожал детей Рожениц И новорожденных детей А пусть он Блять Сдается в плен Со своим самолетом И миллион долларов Получит Гражданство Украины А потом Если не захочет Жить на Украине Не захочет Которые Которые Всю жизнь Терроризируют Соседние народы И все только На захвате На прихвате На Порабощении народов Всю жизнь существует И то же самое Касается Пилотов вертолетов 500 тысяч долларов Это огромная сумма денег Это за 15 жизней Вы столько не заработаете Пилоты То же самое Значит Летишь над Городом Или долетаешь Там до города Значит Сообщаешь Настраиваешься На волну Украинских Диспетчеров Есть Частоты Специальные Такие По которым Сигнал бедства Подается Из Самолета И сообщаете Что я борт такой-то Значит Вертолет такой-то Бортовой номер Такой-то Фамилия Там Майор Или капитан Или старший лейтенант Иванов Петров Сидоров Или Как там Твоя фамилия Я хочу Сдаться в плен Я хочу Значит Сесть на аэродроме Таком-то Значит Дайте мне Разрешение на посадку Не стреляйте в меня Я не бомблю Я с полным Боезарядом Лечу И хочу Сесть Сдаться в плен И то же самое Касается пилотов Белорусских Которые С Белоруссии Вылетают И тут кружат И над моим селом И над полями Тут сжигают топливо А потом возвращаются С пустыми баками Обратно Не долетают До Чернигов И не бомбят То же самое Сдавайтесь в плен Вы тоже получите Украинское гражданство И полмиллиона долларов За сданный вертолет Белорусских властей То есть Батька Лукашенко Просрал свою страну И теперь Белорусские пилоты Имеют возможность По полмиллиона долларов Белорусские вертолеты Продавать в Украину И получать Эти деньги И Сейчас Огромные перспективы Есть у Украины По вступлению в Евросоюз И Украинский паспорт Будет цениться Так же высоко Как и немецкий паспорт Как и французский паспорт Или испанский Или итальянский Потому что Украина будет в Евросоюзе А сраная Рашка Будет в жопе мира И никогда Оттуда не выберется Так что Бабье Звоните своим мужьям Требуйте от них Миллион долларов Если это пилот самолета Или полмиллиона долларов Если это пилот вертолета Истерику закатывайте Выедайте мозг Ебите мозг Своим мужьям Пилотам И требуйте Чтобы они сдались в плен Таким образом Они сохранят свою жизнь Сохранят жизнь Тех людей Которых они бомбят И Заработают кучу денег И эта баба Со своих ебеней российских Сможет поехать дальше Жить Или в Италии Или во Франции Или где-то еще Или на Украине остаться Потом со временем Как жена Украинского гражданина Этого пилота Получить украинское гражданство И продолжать жить Здесь спокойно В мире и спокойствии А не в этих Российских ебенях Беспробудных Беспролазных И откуда никакого Выхода нет Только как в гроб В ящик сыграть Как это было При Сталине Как это было При вот этой вот Советской власти Когда люди Миллионами человек Проходили через Концентрационные лагеря Через этот гулах проклятый Как людей ломали Через колено И как они Боятся Этой власти Благодаря тому Благодаря тому Что их Десятилетиями Уничтожали Эти НКВДисты КГБисты И вся эта вот Спецура Это российская Я на этом заканчиваю Значит Бабье поняла Как требовать деньги И как Мира И чтобы эта война Захлебнулась Прекратилась И чтобы этот Карлик Пу От злости От того Что он Желчью Весе зайдет В этом Бомбоубежище На километровой Глубине Чтобы он там И сдох В той яме В той норе Это шушера Это крыса Паскудная Которая Изуродовала Жизнь Многим людям На территории Украины Лишила их Жилья Крова Родственников Детей Внуков Племянников Сколько людей Погибло Украинцев Из-за этих Бомбежек И семьями Погибали В то время Когда им Обещали Что будет Зеленый коридор Что они Спокойно Смогут На автобусах Выехать Из Городов Под Киевом Из Гастомеля Из Ирпеня Из Бучи Из Ворзеля Из Бородянки А их Паскуды Эти Мерзкие Эти черные Фашисты Обстреливали В то время Когда существовала Договоренность Подписанная Российскими Властями И написанная На бумаге Вот так вот Россиянам Этим верить Можно Все что они Пишут Все что они Говорят Это сплошной Бред сумасшедшего И ни одному Слову Ни одной Подписи Ни одной Бумаги Ни одной Печати Верить Нельзя Это страна Которая Является Изгоем Во всем Мире И ничего Доброго Хорошего Нет В этой Стране Есть конечно В России Много Хороших Людей Я не хочу Сказать что Все поголовно Плохие Очень много Порядочных Честных Добросовестных Людей Но они Загнаны В такую Ситуацию Что они Сейчас если Скажут что Мы против войны В России То их Против войны России На территории Украины То их Посадят На 15 лет В тюрьму За то что Они Выразили Свою Гражданскую Позицию И Сказали Правду Такую Как она Есть То есть Это не Военная Операция Точечная Локальная Там Только по Военным Объектам А это Самый Настоящий Геноцид Украинского Народа И если Человек В России Скажет Об этом Вслух Или где-то Там В соцсетях Напишет Или на Шушера КГБ НКВД ФСБ Которая Чтобы получить Очередную Звездочку И премию Приложит Все усилия К тому Чтобы засадить Этого человека В тюрьму А себе Там галочку Поставить Что вот Посадил Там Очередного Доброго Порядочного Честного Гражданина России На 15 лет В тюрьму А мне там Премию Выпишут Там 300 рублей Или 500 рублей Добавка К зарплате Вот так Шушера Это ФСБ КГБ И НКВД Всю жизнь Гнобит Этот российский Народ И в страхе Держит Так что Проявляйте Свою гражданскую Позицию Боритесь С этой Фашистской Властью Прилагайте Максимум Усилий К тому Чтобы Россия Развалилась На огромное Количество Маленьких Государств Свободных Независимых Там Якутия Якутская Народная Республика Саха Якутия Татарская Народная Республика Татарстан Дагестанская Народная Республика Чеченская Народная Республика Ну и пошло Поехало Там по каждой Области Там Смоленская Народная Республика Курская Народная Республика Каждая Область Пусть будет Народная Республика Свободной Независимой А Москва Останется Княжеством Золотой Орды Улусом В пределах Московской Области Вот до чего Карлик Пу Довел Россию Как он Обрушил экономику и как он зло сотворил и в Украине и в России и это самое и он считает, что он прав но с ним разговаривать бесполезно то есть там либо электрический стул либо табакеркой по макушке, по лысой, по старой либо же просто руками там удушить его, чтобы оно там и дышать перестало это ничтожество, это мерзопакостное существо, которое является фактически исчадием ада. Слава Украине слава героям Украины слава защитникам Украины мы героически сопротивляемся этой фашистской расистской, паскудной орде, которая напала на наши города на наши села мы выстоим, мы победим благодаря мужеству и героизму украинского народа и огромной помощи европейских государств американских государств Канады, США и других государств Америки и государств всего мира здравомыслящих благодаря здравомыслящим людям руководителям этих государств которые понимают, что эта фашистская хунта она угрозу имеет не только для Украины а практически для всего мира к сожалению началась не просто военная операция России локальная, точечная против Украины против так называемых украфашистов и украбандеровцев там и так далее а к сожалению началась третья мировая война в которую втянуты огромное количество государств Европа весь Евросоюз США Канада Австралия Новая Зеландия Япония и так далее и тому подобное и пошло и поехало то есть практически весь мир в этом деле уже соучаствует хочет не хочет а уже втянули их в войну всего вам хорошего желаю вам удачи желаю 100 лет жизни каждому защитнику Украины огромное вам благодарность за то что вы жертвуете своим здоровьем к сожалению теряете свои жизни в этой неравной схватке с этим фашистским отродьем мордорским этим с этими орками вечная вам память к сожалению тем людям которые погибли мы будем всегда помнить о вас держитесь берегите себя сохраните свою жизнь для того чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь и вырастили своих детей и внуков настоящими патриотами Украины которые любят свою родину и которые не становятся на колени перед любым пришедшим захватчиком и защищают свою родную землю которая до вас была пролита кровью защищавших ее от захватчиков и ваших отцов и дедов и прадедов и прапрадедов и так далее на несколько тысяч лет назад так что здоровья вам стали жизни берегите себя всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений покинул покинул Продолжение следует...